Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Ну, наконец, новости, да? В тот раз я ролик сделал для радиолюбителей, а сейчас... Новости. Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой. Вот нормально, заявила глава Ростеха Сергей Чемизов на встрече с президентом Владимиром Путином. Ну, это давние друзья-собутыльники, вы знаете, ещё по Германии, да? Процент фальсификата составляет от 25 до 30 процентов, это в среднем. По России, а в некоторых регионах до 80 процентов, сказал он, представляя годовой отчёт главе государства. Вот деньги пилят, а? Это вообще кошмар, да? Это вот только что он говорит Путину, а на самом деле там вообще 102 процента подделки. Ой, разбавляют ослиной мочё ещё. Кошмар, вот вы меня всё время спрашиваете лекарства, можно верить в расистям? Нет. В России вообще ничему нельзя верить. Деньги на ликвидацию последствий, наводнение в Илькутской области захотели вернуть. В общем, они затребовали там 4 миллиарда, а у них миллиард остался. Ну, давайте назад. Нет, 3 миллиарда. 3 миллиарда выделило правительство, да? Значит, у региона осталось более 1 миллиарда. Всё, давайте назад. Всё раздали всем, да? По 1000 рублей. Всем вот потерпевшим, да? И, ой, блин, вообще мрак. Мрак. Кошмар. И главное, тебе-то деньги распилили. В московском цирке сорвалась с высоты воздушная гимнастика. Ну, правда, тут с высоты, с двухметровой высоты. Но всё равно 29-летняя Анна Андрюшкова. До приезда скорой было решено девушку не трогать. Ну, это правильно, не дай бог. Медики госпитализировали её в городскую клиническую больницу имени Инноземцева. Делают рентген. Пока неизвестен даже предварительный диагноз. Да что ж такое? Она выступала на обруче, подвешенном, под потолком. Ну, как, под куполом, наверное, цирка или как? Под потолком. Два метра. Ну, вообще-то не так много. Ну, если бы я упал, всё. Ну, ладно, дай бог ей здоровья, правильно? Вот. Соловьёв оправдался за вид на жительство в Италии. Ну, конечно, он оправдается. А Навальный у неё нашёл вид на жительство в Италии, да? Это самый такой пропагандист, заядлый, патриот России. А вид на жительство в Италии. Вот это да. Путин отменил санкции России в отношении Эритреи. Я вот что хочу сказать, ребят. Вы у меня всё время спрашиваете, а говорят в Америке про Россию? Нет, не говорят. А в России говорят вообще про весь мир. Вот даже какая-то Эритрея, её никто не знает. Я даже не знаю, где такая есть. Ну, вот, да, вот, обязательно. Это главные новости, что Путин отменил Эритреи. Не знаю, интересно. В Киеве освободили экс-председателя фракции партии регионов. Интересно, что такое. Слушайте, у меня совсем другое что-то было здесь. Вот точно говорю. У меня тут было, знаете, что экс-губернатор Ломбардии переведён из тюрьмы под что-то, я не знаю, подо что, но почему-то у меня вот здесь совершенно другое уже выскочило. Ну, это вот как это так может быть, а? Да пёс бы с ним с этим, с экс-председателем. Ребята, нехорошо это. Путин возглавил НАБСовет Организации России Страна Возможностей. Ну, не НАБСовет, правильно. Тут Е пропустили. Вот это такой будет совет, да, который с буквой Е НАБСовет. Да, Путин только этим и занимается. Мне всё-таки интересно, что же у меня тут было насчёт Ломбардии-то? Ломбардия? Ломбардия? Нет. Регионалы Александра Ефремова выпустили из СИЗО. Да ну фиг с ним опять. Где Ломбардия? Нет ничего про Ломбардию. Ну, кого-то там что-то, не важно. У россиян рекордно вырос объём свободных денег. Ребята, да вы там хорошо живёте, я хочу в Россию. Я хочу свободных денег. Он стал рекордным. Кто это считает? Вот считает кто-то. Холдинг Ромир. Да, ууу, максимум. И тут даже где-то дальше будет, сколько можно купить доширака на эти свободные деньги. Но это чуть подальше. Деньги под подушкой, что скрывают россияне? Ууу, уже скрывают свои свободные деньги, россияне скрывают. Оказывается, надо их вытащить, да. Ух, смотрите, одни нашли, а другие собираются их вытащить. Вот это да. Свободных денег очень много в России. Что-то надо с этим делать. Чемизов попросил Путина до капитализации ОАК. ОАК. Объединённая австроительная корпорация. Тот же Чемизов. 300 миллиардов он просит у него на покрытие долгов и на создание нового российского лайнера МСС-21. Вот так вот, ребята. Да 300 миллиардов. Даст он другану? Да, конечно, даст. Он и 500 даст. Мало попросил. Чемизов. Больше просил. Он даст. Интересная статья. Развенчанный популярный миф о женской груди. Ну, тут знаете что? Тут разговор идёт о том, что физическими упражнениями нельзя вернуть с груди упругость, поскольку с возрастом... Ну, и бла-бла-бла-бла-бла, ребята, можно вернуть с физическими упражнениями, если укрепить грудную мышцу, и всё-таки она будет немножко подтягивать. Но это... Ну, визуально будет заметно, да. Да-да, грудные мышцы надо. Я вам как-нибудь упражнение покажу. Я показывал, не показывал, как грудь укреплять. Вот. И ещё тут... Сделать грудь чуть пышнее, не прибегая к пластике, доктор Льюис считает вполне возможным. Эксперт советует женщинам пить чай с фенхелем, оказывающим эстроденное воздействие на ткань молочной железы. Фенхель. Ну, или укроп. Если в фенхеле нет укропа, это одно и то же практически. Ну, не знаю, попробуйте. И будет такая, знаете, такая... Раз туда, два, второго. Это старый анекдот. Это ещё пяткой сзади так, да. Чё это со мной сегодня, да? Доктор. Доктор, спокойно. Минобороны опровергла информацию об ударе российских самолётов по рынку в Сирии. Да ну, конечно, ударили. Да, кто это сообщил? Некоторые западные СМИ. Ну, которые там были. Угу. Так. О, Шойгу. Я только вчера говорил, что его нету. Шойгу обсудил с кубинской стороной обеспечение безопасности. Это Куба или Кубинка? Обеспечивать. Кого он будет в безопасности-то? А? Странно. Кубинку, наверное. Ну, в Подмосковье есть такое место. Юрист Януковича сообщил об исчезновении генерального прокурора Украины. Исчез. 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 Опа-па-па-па-па-па. Так. Друзья, информирую, что генеральный прокурор Луценко куда-то исчез. С сегодняшнего дня обязанности генпрокурора исполняет Старожук. Написал он в Фейсбук. Позже пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган пояснила в Фейсбук. Они в Фейсбуке там схватились. Что генпрокурор никуда не исчезал и находится в официальном отпуске. А вот наши враги исчезнут как роса на солнце. Ну ладно. Ну хорошо. Значит не исчез. Расизм как политтехнология. Зачем Дональд Трамп сам нарвался на скандал? Огромная статья на ТАССе. Обозреватель ТАСС Андрей Шитов. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Потому что он тупой. Доцент был тупой. Всё. Не надо ничего читать. Зачем время терять? Руководители вертолётов России накормят крабами и креветками за 12 миллионов рублей. Наверное, под аккомпанемент виолончели. Тендер объявили. 12 миллионов рублей. На эту сумму до 30 апреля 2020 года будут закуплены обеды для руководства холдинга. Контракт выиграл засекреченная компания, название которой не раскрывается из-за санкций. Стоимость обеда на человека оценивается в 2100 рублей. Он состоит обед премиум класса, салат, суп, горячее блюдо с гарниром, холодные закуски, десерт и напиток. Значит, начальству подадут салат «Цезарь» с креветками и пармезаном, салат «Памелан» с тистилятиной и дайконом, салат с осьминогом, салат с крабом и рукколой. На первые высокопоставленных руководители ожидают гаспачо с крабом, сырный суп с креветками, мальтийский суп «Альджото» и качукко с морепродуктами. Никогда не ел качукко. Хочу я качукко. Чё такое качукко? Ну-ка, интересно. Качукко. Ну, это что-то всё вместе. Качукко популярный. А, итальянский суп какой-то. Ну, в общем, вот так. Вторые блюда. Ребята, я не закончил. Вторые блюда также будут довольно разнообразными. Язычки ягнят с гречкой, осетрина со шпинатом, диким рисом, телячья печень, поливористы и котлеты из дикого кабана с лисичками. На десерт предложат пьяную грушу или дынный крем с лимонно-маракуйевым желе и ванильным бисквитом. Ну, так, ребята, будут хорошо кушать. Это вертолёты так будут кушать. Хватит почти на 800 дошираков. У россиян в июне стало больше свободных денег. Короче, в прошлом году на все свободные деньги можно было бы приобрести 727 пачек дошираков, то сейчас 800. Вот, ребята, зачем россиянам свободные деньги. Ой, ребята, ужасная новость. Посетители Пензенского зоопарка до смерти закормили жеребёнка. Кормили, 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 ему плохо стало и помер жеребёнок. Вот так вот. И там написано, не кормить никого. Ну, дальше ещё хуже, ребята, ещё неизвестно, что хуже. А отбойник посреди левой полосы дороги. Вот две полосы в одну сторону, да, две полосы в другую сторону. Ну, мужик едет по вот этой вот полосе, по левой, да, едет, 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 и вдруг раз отбойник. Вот тот, который ставится между полосами. Да. Откуда он взялся? Это житель Владимир снял отрезок трассы М7, где прямо посредине левой полосы движения перед водителями вдруг появляется отбойник. Ну, это как вот это вот, а? Так, чё тут? К Сауме выпустят смартфон с камеры на 64 мегапикселя. Сама бы сходили. Да, нифига себе. Так, ой, ребят. Ну, вот сейчас это уже везде, да? Ну, я нашёл у Варламова. В Петербурге убита активистка Елена Григорьева. Она в очках такая, женщина. Её восемь раз ударили ножом. Ну, это можете представить, а? Сообщил правозащитник Динар Идрисов. Я говорю, вот я нашёл у Варламова, но это уже в новостях есть и всё. Нашли её возле дома. Да это что такое, а? Активистка. Причём ей угрожали, и она обращалась в полицию, что её угрожают, ну, угрожают её убить просто-напросто за её вот противоправную, как сказать, ну, правозащитную, вернее, деятельность, да? Вот. Вот тут даже фотографии, как её задерживали на несанкционированной акции против повышения пенсионного возраста. Вот. Она в полицию пошла, ей сказали, ну, чё, будут убивать, звоните. Ну, и вот её убили, да. 41 год. Ужас. Кошмар. Вы там живёте. У нас восточное побережье Соединённых Штатов накрыла жара. Это Антон, это с той стороны, со стороны Антона. Ну, где Нью-Йорк, короче, восточное побережье. Ну, у нас... А у нас, ребят, 20 градусов сейчас. Так прохладно. Я бы сказал, даже прохладно. Ну, вот так. Умер шеф-редактор, пусть говорят, Денис Коновалов. Я совершенно не знаю, что это за передача, но ему всего-навсего 29 лет. Почему? Отчего? Непонятно совершенно. 29 лет. Шеф-редактор. Банк России хочет взыскать с авиакомпанией U-Tair более 150 миллионов рублей. Я уже задержался, да? Ну, сейчас. Ну, вот тот самый U-Tair, у которого самолёты всё время вылетают, возвращаются, вылетают, возвращаются. Вот. И с них хотят 150 миллионов взыскать. Это только просроченные проценты по кредиту. Это только процентов 150 миллионов. Ничего применения. Американский профессор назвал лунные миссии США бесполезными. Можно я скажу? Можно, да. Можно, да. Бесполезные они совершенно. Я согласен, профессор. Я согласен. Деньги, выделенные США на лунную программу, было бы разумнее потратить на иные задачи. К такому выводу пришёл американский профессор Амитай Этциони в своей статье для National Interest. Он утверждает, что экспедиции на Луну не принесли никакой научной или экономической ценности, а также не увеличили престиз США за рубежом. При этом Вашингтон вновь намеревается отправить своих космонавтов на Луну, а затем и на Марс. Население обещает, что лунная миссия станет воодушевляющим примером и позволит совершить важное научное открытие. Однако, профессор напоминает, что на Луне не было найдено ни золота, ни серебра, ни каких-либо других полезных ресурсов, которые пригодились бы на Земле. Согласен я совершенно с Вами. Согласен, профессор. До свидания. Ребята, до завтра. С Вами доктор Глад. Всё. Пока-пока.